Привет подвохом! С вами компания Катанган. Сегодня в нашем видеоролике на канале YouTube, который вы сейчас проглядываете, будем рассматривать интересное ружье, которое еще не поступило в официальную продажу, но оно поступит и все зависит от тех людей, которые его производят. Конечно же, вы поняли по надписи, что это будет за ружье. Сейчас, когда мы откроем этот волшебный чехол, вы увидите его содержимое, потому что в основном все видеообзоры наши вы видели, а этого видеообзора еще нет. Поэтому он только сейчас и будет, и вы поймете, что там находится. Итак, давайте достанем. Правильно. Вот, никто не догадался, но здесь сразу становится понятно, что есть эта зелинка, новая зелинка, которую все очень сильно ждут. Она была на тестах, нам ее любезно предоставили на разборку. Сейчас мы с вами посмотрим, что нового внедрила компания Прингаз от самой системы Зелинского, которую внедрил Валик Иванович, что здесь является инновационным и как она будет нам помогать под водой. Вот. Но, значит, разные комплектации могут быть. Здесь у нас есть именно такая комплектация, поэтому это не есть основная базовая комплектация ружья, потому что ружья будут, скажем, премиум класса. Они идут с насосом. Как мы видим, в чехле находятся насос и гарпун. Также все еще зависит от будущего изменения, потому что компания при нас за собой оставляет правиль изменять комплектацию. Здесь мы видим у нас, помимо заряжалки и заглушки задней, у нас есть еще дополнительный боковой сброс. Ну, это было так. Я не говорю, что к этому надо жестко привязываться, что это именно так будет. У нас есть съемная голова от гарпуна. В основном они идут вот в таком комплекте. Сейчас мы с вами посмотрим. Так, это может быть дюбель трехгранка, либо же корона. Вот, значит, все-таки достали. Корона. Это у нас будет дюбель, который есть на наконечниках использования фирмы. И трехгранка. Вот так. Это все может садиться на один гарпунт айтианского типа, как мы с вами видим, да, который будет с резьбовым соединением под М7. Выполнен он очень хорошо из известной марки стали Сенвик. Как мы с вами видим, хвостовик, он тоже каленый. Вот с такой посадочкой мы видим фирменную, фирменный логотип Пеленгаз. Вот. Написано Магнум. И это титановый бегунок, да, с защитой от среза. Вот таким вот образом видим с вами, да. Сейчас. Оп. Видел срезкость. Вот, да. И теперь, что нам дает конструкция вот такого гарпуна. Первое. Нам не надо с собой возить на охоту кучу наконечников. А мы можем что делать? Мы можем просто в одном виде гарпуна иметь кучу голов, скажем так, сменных голов. Вот. Менять на охоте, когда оно надо, от условия охоты. Это первое. И второе. Мы с вами можем не брать, опять же говорю, кучу наконечников всяких, потому что все зависит от рельефов дна. И жмение наконечников перекручивать каждый раз не очень удобно. Достаточно просто, например, на плато, либо на берегу, либо в лодке поменять ту сменную голову, которая нужна. Например, корона, там, коряги. И перед этим мы с вами дюбель смотрели. Это у нас будут камнистые дно и стандартная трехгранка на хорошо бронированную рыбу. Например, таких, как сазан, либо же амур. Вот. Это очень хорошо. Эти национные технологии, по которым идет компания Пелегаз, помогают нам лучше чувствовать себя на воде. Так, с гарпуном мы разобрались. Давайте все-таки доберемся до ружья. Пройдем на частичную разборку. И таким образом мы с вами поймем, что инновационного в этой модели заключила компания Пелегаз. Ну, опять же, опять же, опять же, я вам говорю, комплектация такую, которую нам предоставили, как будут производители укомплектовывать, это уже обсуждалось неоднократно на роликах, которые есть в YouTube. Но, тем не менее, мы смотрим на то, что у нас есть в наличии. Итак, сейчас мы достанем все необходимые инструменты для наших с вами манипуляций. И будем заниматься дальнейшим обзором. Так. Значит, 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 значит. Как мы видим, фирменную руке от Пелегаз, с логотипом Пелегаз, даже вот таким вот, нашим корпоративным цветом, я бы сказал. Мы видим с вами определённый агрессивный надульник, который придаёт этому ружью экстравагантность. И мы видим с вами рог намотки линя. Если мы сейчас его повернём, как вы видите, очень спокойно вращается. Для чего это сделано? Это сделано для того, что у людей есть левши и есть профши. Вот. Мы видим с вами. Это может быть хват в эту сторону. В эту же сторону мы и развернём для нас рог намотки, например, если человек левша. Так. Также, если это будет необходимо, или человек левша, собственно говоря, он для себя повернул его в обратную сторону. Это очень большой плюс. А вы знаете, что фирма Пелегаз всегда подходит к любому вопросу со свойствуемой технической грамотностью и новыми инновациями. Поэтому и мы видим вот именно вот рождение вот такой вот зелинки, скажем так. Ну и, понятно, фирменная ручка Пелегаз заключает в себе боковой линей сброс. И таким образом здесь активного линей сброса, как у всех стандартных зелинок, нет. Это одно. Диаметр ресивера 32 мм. Ружьё имеет положительную плавучесть. После выстрела на воде оно остаётся плавать. Ну, это мы посмотрим благодаря будущим опытам на воде, скажем так, тестам. Здесь вы видите разъёмы для того, чтобы можно было поставить фирменную катушку Пелегаз. Таким образом вы модернизируете ружьё под разные условия охоты. Например, там глубина, не глубина. То есть сюда становится как 55-я модель, так и 65-я. Ну и зависит от того, левша вы или правша, вы можете для себя сразу комплектовать базовую катушку, которому будет удобно. То есть если вы левша, вы держите руку в правой руке и мотаете в левой руке, мотаете правую руку и наоборот, соответственно. Вот. Рука эта очень удобная, из нового пластика. Она очень ударостойкая. Как мы видим, спусковая скоба увеличенная. У нас сюда любые сосиски ложатся. Любой перчатки. Что мы будем с вами понимать? Есть один нюанс. Например, когда при выстреле будут у нас слышны эти звуки. Но так как все в основном до этого стреляют, будем думать, что рыба убегать не будет. Итак, сейчас мы посмотрим, как будет работать этот клапаник. Для этого нам нужно будет взять насос. Не насос, а все, оно заряженное. А гарпун. Произведем зарядку. Кое-что посмотрим. Вы знаете, на взвод она становится очень мягко. Очень мягкий спуск. Довольно-таки приближенный к элитным версиям ружей, которые обладают спуском. Все любят, когда обычно при нажатии курка это происходит в конце. То есть, если мы нажимаем курок, то в конце схватает спуск и таким образом происходит выстрел. Далее, далее, далее. На что я хотел обратить внимание. Стандартно, стандартно она закачивается, эта зелинка, так же, как и гарпуном. И если, например, дома там или передоходы для того, чтобы это подкачать, это можно сделать спокойно с помощью резьбового соединения. Сейчас мы с вами посмотрим, как это делается. Делается это очень просто. Нам для этого нужно взять насос. Тем более, как Дмитрий Чунюкин говорил, что некоторые зелинки, которые будут, скажем так, бюджетного класса, то есть, у них не будет этого разъема под насос. Вот. Мы просто берем и закачиваем это все реально насосом. Вот до тех пор, сколько нам надо килограммов. Докачали, изъяли насос, ставили. Вот видим, по резьбовому соединению. Вот. Когда мы закачали насос, то есть, по резьбовому соединению, у нас есть заглушка, вставили заглушку и поехали на подводную фото. Вот. Ну, в бюджетных версиях насоса не будет, то есть, закачка будет производиться гарпуном. Почему компания Пеленас по таким национальным технологиям придумала эту вещь? Потому что при закачке, например, сейчас опять заряжу, да? При закачке гарпуном у нас идут нагрузки на поршень, на демпфер, на ствол. Для того, чтобы этого не происходило, ваша зелинка больше служила. Поэтому придуманы такие версии в самом ружье. То есть, закачка насосом, непосредственно, чтобы меньше гоняться за гарпуном. Ну, если вы забудете насос дома, то тогда вы сможете подкачаться, всегда сможете подкачаться гарпуном. Скажем так. Потому что это происходит стандартно, так как он и говорил. Отсутствие воздуха и производится закачка. Ну что же, давайте понемножку разберем. И посмотрим, что там интересного, инновационного компания Пеленас приготовила для нас в этом ружье. Стравливать мы можем ее любыми способами. Стандартно, так же, как и через ствол. А так же можно стравливать и через задний клапан. Итак, будем стравливать. Нажимаем на клапан. По характерному вкусу. Возьмем их с собой. Дерево у нас будет выскакивать масло. Будем собирать его, чтобы не протестов. Итак, откручиваем надульник. Видим с вами вот такой надульник. Вот такой вот у нас. Видим он вот. Очень хорошо, который положим. Так, и мы видим с вами демпфер. Как утверждает производитель, он титановый. Сейчас мы с вами его достанем. И посмотрим. Вот так. Вот, титановый демпфер. Он легкий. Создан для того, чтобы принимать у себя нагрузки поршня. И тем самым мы понимаем, что он не разбивается, так как это обычно бывает в некоторых мастеровых ружьях. Так же демпфер внутри самого надульника демпфирует его, скажем так, вот четыре ринга. Вот таких вот. То есть все собирается вот так. Далее. Далее, далее, далее. Мы видим поршень. И мы видим переднюю заглушку, рог-намотки. Сейчас мы с вами достанем поршень. Вот такой поршень. Он имеет проточку для демпфирования. Ну и само собой, поршень с гидротормозом. То есть, когда он заходит сюда, оп! он тормозится демпфер слоем воды. Далее, далее. На что я хочу обратить ваше внимание. Сейчас мы начнем снимать эту заглушку. Таким образом мы доберемся до ствола. И потом мы с вами посмотрим, что там ствол, какое инструментальное железо и какие инновационные технологии были использованы. Начнем ее откручивать. Сидит довольно-таки плотно. Будем пользоваться нашей любимой веревочкой. С помощью такой вот веревочной петли для того, чтобы не испортить изделие, потому что мы ее предоставили на тесте, мы срываем с посадки переднюю заглушку. Вот. Мы с вами видим, что она начинает прокручиваться. И таким образом будем производить разбор кружья, посмотрев, что там внутри все-таки, что у нас есть. Вот так. Продолжаем. Продолжаем смотреть. Давление сброшено. Раскручиваем. Вот так. Раскручиваем. Домный-таки плотно сидит. Поэтому немножко мы понимаем, что таки да. скажем, особо так, если вдруг что-то на воде, то да, надо вылазить в лодку и заниматься. Ну, ничего. Так. Вот она наша передняя заглушка. Сейчас снимем веревку. И мы узнаем, что там скрывается в обработке. Вот. Да. Как мы с вами видим, резьбовые соединения выполнены очень аккуратно. Мы видим, что все подогнано. Нету никаких там раковин, там, еще что-нибудь, как у некоторых производителей, которым мы это встречаем. Вот. Довольно-таки приятная обработка. И на ощупь даже вот так, если взять, посмотреть, видно сразу мастерской, мастерской, инновационный подход к раскроеке деталей. С вами вот мы сейчас подвигаем эту заглушку. Мы видим, что она сидит на, а не заглушку, рог намотки, на передней заглушке. Хорошо выполнена технология с надежного пластика для того, чтобы, если надо, будут привязывать, если вы используете без катушки амортизатор. И также мы видим, что здесь у нас выполнена мушка для точного прицеливания, для ваших любимых трофеев. Ну что же, мы добрались до ствола. Видим, насколько он заполирован. Сейчас мы вымем ствол. Он весь не выйдет, потому что нам надо будет снять центральную опору и для этого посмотреть. Но, тем не менее, мы с вами видим довольно-таки качественную напайку. Все эти детали, передняя и центральная напайка, мы до нее доберемся и откручиваем заднюю наглушку, выполнены из инструментального железа. Это говорит о том, что это все обладает большим запасом прочности и паянным серебром. Ну вот, как мы с вами видим, фактически никаких раковин на пайке нету. Видим, что ствол выполнен из нержавейки. И сейчас мы с вами потом проверим, посмотрим, что там со стволом, какой поршень, какой диаметр, что к чему. Ну что же, сейчас мы будем откручивать заднюю заглушку, а как вы видите, особо так ручками не раскрутишь, тут надо будет пользоваться хитростями. И мы рассмотрим сам клапан и все остальное внутри, в том случае на пайку. Мы немножко взяли и подхватили остальную заглушку для того, чтобы разобрать и посмотреть, что там внутри, какие национальные технологии нас там ожидает. Ага, поднимаем ствол немного. Так, сжало. Нашлась. Попрём от масла. Вот. Вот так. Что мы с вами наблюдаем? Увидел вот такую вот усиленную заглушку, скажем так, потому что у других конструкций зелинок она выглядит немножко по-другому. Потому что здесь одновременно в одном механизме и также связано узел для закачки насоса. И поэтому она немножко будет тяжелее от всех остальных. Здесь мы видим наш контрольный стопорный винт, который держит клапан. Так. Который держит клапан. Вот сейчас я понажимаю. Вот. Мы с вами видим ход клапана. Вот. Теперь мы с вами посмотрим на заднюю напайку. Вот. Вытянем переднюю. Мы видим с вами, что она имеет круглое сечение. Вот я сейчас проверну и мы посмотрим с вами качество самой напайки, как все запаяно. Видим, что присутствует стандартное масло, которое использует компания Пеленгаз. Вот. Напайка круглая. задняя напайка круглая. Все это использовано сделано из инструментального железа, будет держать хорошо нагрузки и, соответственно, срок эксплуатации такого ружья будет дольше. Переднюю напайку мы с вами смотрели. Чуть-чуть ее не видно, конечно. Ну, непосредственно полную разборку ружья произойти не надо, потому что уже давно это все видели. Так, 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 так. Есть еще один вариант, кстати, тоже инновационный. Вы знаете, что Дмитрий представил, компания Пеленгаз на выставке представила новый нож Маэстро, который выглядит из 6-ти миллиметровой стали. О нем мы расскажем вам в следующем отдельном выпуске про лезвие, про C40 и про все остальное. Можем посмотреть, как там инструментальная сталь действует себя по отношению к этому ножу Маэстро. Мы так легенько его поцарапаем, попробуем оставить царапины. Если это инструментальная сталь высокой закалки, то фактически на ней ничего не останется. Ну и нож соответственно проверим. Ух ты! Что мы там видим? Не, не поцарапалась. А здесь? Здесь что мы с вами видим? тоже следы царапин не остаются. Это говорит о том, что да, это действительно инструментальная сталь. Заодно мы узнали с вами как ведет себя нож по отношению к инструментальной стали. И мы с вами узнали, что там действительно инструментальная сталь. То есть компания Пеленгас действительно идет вновь со временем с помощью всех инновационных технологий. Ну что я могу сказать? Тесты все покажут на воде собственно говоря. Ружье довольно такие простое как для обывателя. Никаких сложных механизмов в нем нет. считая того, что если вдруг вам надо будет разобрать его у лодки или на воде, то нужно иметь с собой разводной ключ определенный либо шестигранник этого диаметра. Работает просто как часы ничего лишнего. Благодаря фирменной ручке можем использовать как в левой так и в правой руке. Не все производители это делают потому что одни делают либо универсальные хотя последний производители ружьей которые составляют определенную конкуренцию так же давно уже выпускают универсальную анатомическую рукоять скажем так. Все довольно таки просто. Опять же говорю это ружье ТСТВ особых привязок его комплектации рассматривать не стоит потому что гарпун идет с тремя сменными головами может быть он комплектации будут как-то в будущем комплектоваться по-другому. Опять же обозвученной на выставке в Москве было сказано о том что будет премиум версия которая комплектуется так же и насосом для закачивания ружья и так же будет простая бюджетная версия ружья которая не будет иметь закачку насоса то есть она не будет иметь вот это вот разъем определенный поэтому все очень просто ничего сложнее нет единственное что скажут опыты об этом всем или скажем тесты под водой на стрелы трофеи и все остальное пока ружье в продажу не поступило но в будущем оно поступит и вполне возможно в нем будут какие-то доработки поэтому 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 Mimo 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 довольно-таки хорошее оригинальное решение далее мы посмотрим как оно будет вести себя вот в трех режимах скажем так это прежде всего запас прочности также нас интересует сервис и также нас будет интересовать простота его эксплуатации как он себя покажет для трофеев хотя самим производителем было заявлено что ружье создано для трофейной охоты ну что же будем охотиться за трофеями и посмотрим как оно происходит